Всем привет, это Анна, ваш преподаватель по вокалу и учитель музыки. Наконец-таки мы добрались до Димаша Кудайбергена. Эта реакция будет сделана по просьбе фан-клуба Димаша в Финляндии. Это будет реакция на песню «Незабываемый день» с концерта «Гакку». Что ж, настройте свои ушки, и мы с нетерпением переходим к этому выступлению. Девочки сходят с ума. Это струнная аранжировка, как мёд в уши. Он просто разговаривает. Субтитры создавал DimaTorzok Сколько же зрелости в этом юнце. Насколько я вижу, этому видео уже пять лет. Не могу не восхищаться его контролем и подачей уже в те годы. Эти разные текстуры вибрато — это отличный пример его контроля. Его игра с текстурами — это высший класс. Он постоянно манипулирует носовыми и ротовыми путями, чтобы изменить звучание мелодии и слов. И это, конечно же, придаёт этой истории больше размах. Пока что у него такая мягкая подача и прекраснейшая чистая дикция. Субтитры создавал DimaTorzok Какой же сладкий его головной голос. Более твёрдый голос. Голосовые связки вместе. У меня почему-то такое ощущение, что он сдерживает себя. Это как затишье перед Буддей. Ах, этот хор! Да, он использует весь резонанс грудного голоса. И это всё так легко для него по сцене, как по Арбату. Очень широкое открытие голосового тракта. Субтитры создавал DimaTorzok Это такой же ошеломительный микс, как и в его легендарном SOS. Это очень сложная техника. Невозможно воспроизвести это без напряжения. И Димаш здесь прилагает сверхусилия, чтобы создать это узкое звучание. Переключение между регистрами совсем неразличимо. Так мы от него меньшего и не ожидаем. И вот это. А сейчас у него вокальный перерыв. Сейчас его голосовые связки отдыхают. Он здесь не напрягается. И как бы откатывается назад с того, что он спел. И он не поёт это вот так. Или Это не совсем прям просто. Здесь это как украшение. Этими крошечными мелизмами. Я вся дрожу. Извините, что? Я знала, что у нас будет этот чисто Димашевский момент. Но это же вообще... Это не человеческий звук. Мы только что открыли новый уровень свисткового тона. Это прозвучало, как скольжение по нотам. А здесь была нота, которую мы даже не слышим? Или он не пел? Здесь происходит что-то вроде изгиба. Я думаю, что это Ре-4. О, нет. Я же сейчас говорил согласно финской теории музыки. Как же правильно это сказать по-английски? Хорошо, я напишу это в субтитрах. Ре-8. С вибратором. Это ж такая нота. Димаш, Димаш, Димаш. Ладненько. Я ничего не скажу, если скажу, что это был просто отпад. Разнообразие вокальной палитры этого человека вне нашего мира. Мне уже не хватает моего английского, чтобы его описать. Я знаю, что он удивительный. Но он не перестает поражать меня. Я не могу сказать, что это был просто отпад. Димаш, Димаш. Проектов. Я не могу сказать, что это был просто отпад. Я не могу сказать, что это был просто отпад. Продолжение следует...